Когда мы говорим сяльмесес, саумасес, мы обычно вопросительным тоном, потому что мы всегда готовы прийти на помощь. Представьте себе, мы всегда готовы прийти на помощь. Я говорю о татарах. Когда мы говорим в Москве, что мы говорим о литературном татаре, называемом татарном татаре. Мы говорим о том, что мы всегда хотим, чтобы мы в семье были улыбаны. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Морат Искандерович 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 Народ вот как раз и обладает вот этой вот, ну, зародием, что называется. Поэтому представьте себе вот этот семантический триггер, которым практически полностью изменили истинные смыслы. Что такое истина? Истина, я не все и знаю, это Дух и память. Дине — это обретение. Истина — это когда обретается Божественный Дух. Мы должны вот истину ставить превыше всякой правды, потому что оборотная сторона правды — это ложь. Куда ни по ложь, там везде правда. Так вот, что хочу еще вот добавить. Моя сейчас задача — собрать, и ваше, надеюсь, собрать более молодых, чем мы уже седовласы, для того, чтобы им передать вот некие знания, которым нам, что называется, божественным промыслом было открыто, и чтобы они продолжали это дело. Вы знаете, вот поступавший сказал, что под личиной так называемой панфюркизма практически похоронили все. Но я как-то объяснял уже, что слово пана означает всеобщий. Вот летают по всей Америке самолеты, пан-американ называется, это всеобщий. Потом идет тюрк, а потом идет так называемый изм. Вот эти измы — это по существу тюркское слово И-7, наименование. Повсеместно были тюркские наименования. Повсеместно. И вдруг такой русский совершенно историк Юрий Николаевич Дрозднов написал книгу в свое время «Тюркская анонимия древних европейских народов». Мы с ним познакомились случайно, там, в интернете. Я потом с ним обменялся письмами электронными. И вдруг оказывается, что практически все древние европейские народы не могли свои наименования, то есть этнонимы, иметь, кроме как из тюркского языка. Представьте себе, все европейские народы. Потом он 600-страничную книгу «Тюркский период европейских народов» написал, «Тюркоязычный период европейских народов». И вот сейчас я смотрю, огромное количество появляется людей, так или иначе ставящих под сомнение вот все эти мифы о том, что славяне там все определили, там, или другие какие-то народы. И вот удивительное дело, русскоязычный, вдруг я зашел на сайт новой хронологии, в разделе «Полемика», русскоязычный читатель вот этой новой хронологии и всякого прочего, он говорит, я тут взялся прочитать «Одиссею» или «Аду Гомера», и вдруг оказалось, что все действующие лица, все действующие герои Угомера, это те тюркоязычные, тюркоязычные наименования имеют. Они имеют наименование по своему, что называется, характеру некоторой, по своим профессиональным там или личностным качествам и так далее. Но практически всех рассмотрел и утверждает вот это. Каждый раз, говоря о том, что же такое этимология, люди совершенно верят тому, что это греческое слово, означающее и происходящее от якобы греческого слова «этимон» – «истина». Я всегда задумывался над тем, почему вот слово «истина», какое оно имеет отношение к поиску происхождения слов. И вдруг до меня совершенно неожиданно опять же зашло, что слово «я тим» – «сирота». И когда «я тимол», «я тимология», да, когда поиски происхождения сироты, его родителей, и есть потом перевод вот этого смысла, что называется, уже на поиске происхождения слов. Но самое слово «родитель» – «род» и «тель», то есть то, откуда, из какого рода он и на каком языке он говорит. Слава Всевышнему, что называется, что мы рождены с генетической памятью о том, что мы тюркоязычные народы. Татары – это ведь тартар-ары. Тартар-ары, он протянет всех, свой народ, что называется, до любых границ. Мы поэтому от Тихого океана до Атлантического океана так и добрались, слава Аллаху. Здесь есть дыха. Продолжение следует...